Пытаться быть нравственно хорошим. Возьмем, к примеру, ваших детей. Вы добры к ним настолько, насколько можете быть. Вы добры к ним из-за нравственности. Кто-то сказал вам, вы не должны убивать своих детей. Вы поэтому не убиваете их. Вы хорошо относитесь к своим детям и не убиваете их, потому что кто-то сказал вам, что это является высоконравственным. Это так? Так почему же вы настолько добры к ним? Почему вы любите их? Почему не кого-то еще? Почему они ваши дети? Потому что в некотором смысле вы видите их как часть себя, не так ли? Вы видите их как часть себя? Хоть они вырастают и иногда становятся вашими врагами, в некоторой степени вы по-прежнему видите их частью себя. Вы способны воспринимать их за пределами всей их чепухи, их проблем и прочего, и быть с ними несмотря на все это, не так ли? Просто потому что видите их как часть себя. Да, в этом все дело, не так ли? То есть, когда дело касается того, что вы воспринимаете как часть себя, вам, очевидно, не нужна нравственность, не так ли? Да. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что если вы упустите этот шаг, нам придется возвращаться к этому снова. Итак, вам не нужна нравственность с тем, что вы воспринимаете как часть себя. Это так? Вам не нужно пытаться быть хорошими. Нравственность означает, что вы пытаетесь быть хорошими, не так ли? Йога означает воспринимать все как часть себя. Представьте, что вы родили ребенка, и такое случается. А в больнице перепутали детей, и вам отдали другого. Вы растите этого ребенка, веря, что он ваш, хотя на самом деле биологически он не является вашим. И вы любите его не меньше собственного, не так ли? Разве вы меньше заботитесь о таком ребенке? Вашего ДНК в нем нет. Но вы ведь его любите. Итак, сделать это позволяет ваше желание включить в себя другого человека. Дело не в том, что он произошел от вашего тела. Это становится возможным из-за вашего желания и готовности, не так ли? Если вы более разумны, то, может быть, вы усыновили ребенка и любите его как своего. Вы же не родили свою жену или своего мужа. Их родил кто-то другой. Обычно мужья рождены этой ужасной женщиной, которую называют свекровью. Но вы же любите этого мужчину, не так ли? Это просто вопрос вашей готовности и открытости. Если вы захотите, то можете воспринимать все как часть себя. Когда вы воспринимаете все как часть себя, вам не нужна нравственность. Когда вам известна пошлость разделения на то, кем вы являетесь, а кем не являетесь, только тогда вам нужна нравственность. В противном случае в ней нет необходимости. Зачем человеку, который ощущает всех как часть себя, нужна нравственность? Используя мораль, вы только пытаетесь быть хорошими. Но вы никогда не станете хорошими. Пожалуйста, задумайтесь. Вы можете удержать свои руки, но вы не сможете удержать свои мысли, не так ли? Сможете. Вы сможете удержать физическое тело, но можете ли вы удержать свой ум? Он отправляется куда угодно и делает, что захочет, не так ли? ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ